Волгоградская область Волгоградская область – один из регионов, где традиционно развито сельское хозяйство. На полях выращивают томаты, огурцы, перец, лук, морковь, свеклу, всю линейку борщевой группы. Крестьянско-фермерское хозяйство Чердынцево в Среднеохтубинском районе – одно из передовых. На сегодняшний день у нас уже ранние рассады готовы, которые через 60 дней будут уже на столах. Борщевым набором мы обязательно обеспечим, потому что все в этом году условия для этого есть у нас. Крестьянско-фермерское хозяйство выращивает богатый урожай, собирает его и хранит. Логистический центр, построенный в 2019 году, один из крупнейших в регионе. В месяц надо порядка 14-15 тысяч тонн для жителей Волгоградской области, потребление составляет. То только сегодня, у нас сегодня в хранилищах и на складах порядка 60 тысяч тонн находится. То есть мы понимаем прекрасно, что до начала урожая мы полностью обеспечены всеми овощами в полном объеме, даже еще с запасом. Решение губернатора о формировании региональной программы развития семеноводства представители отрасли поддержали. Туалетная бумага, как и сахар, еще пару недель назад с полок магазинов исчезала мгновенно. Многие сетовали бумажные рулоны, стали золотыми. Сегодня стало понятно, это не так. На прилавках большой выбор на любой кошелек. Не выросли в цене и детские товары, подгузники, смеси, детское пюре. Многие торговые сети по рекомендациям Оперштаба на покупку данных товаров ввели небольшие ограничения от 3 до 5 единиц в одни руки. Это позволяет избежать искусственного ажиотажа. Особое внимание некоторым категориям продовольственных товаров. Сегодня под прицелом проверяющих молочка, масло и мясо, куриное и свиное. Что называется самый ходовой набор у большинства покупателей. В принципе, стараемся брать то же, что и месяц назад. Но импортное или российское, в принципе, не имеет значения. Главное, чтобы было полезнее, повкуснее. Тем не менее, в магазинах есть и импортная, и российская продукция. Многое волгоградского производства пользуются популярностью у горожан. Мониторинг цен и наличие товаров в регионе ведут регулярно. Большой опыт в поддержании запасов продукции первой необходимости был накоплен еще в начале пандемии. В Волгоградской области эту работу выполняют члены профильного оперштаба, и она будет продолжена. Комплексное благоустройство бульвара по улице Титова ведут в несколько этапов. Специалисты компании в прошлом году уже выполнили первую очередь реконструкции бульварной зоны от улицы Тарощанцев до Малого проспекта имени Ленина. Подрядчики завершили работы по мощению тротуара, смонтировали системы освещения и поливочного водопровода. Уложили рулонный газон площадью 5,5 тысяч квадратных метров. Второй этап работ – восстановление территории от Малого проспекта Ленина до Первой продольной. Помимо этого у нас недавно, как вы помните, были выполнены работы по благоустройству парка Гагарина, и теперь этот уголок приобретает, естественно, завершенный вид. Также в этом году будет реконструирован участок от улицы Маршала Еременко до улицы Титова, 15. Обновление дополнительной территории стало возможным благодаря экономии денежных средств. В течение 10 дней должны будем подписать контракт на выполнение работ от улицы Еременко до Титова, 15. И планируемый срок окончания работ – 1 октября 2022 года. Особое внимание при благоустройстве уделят озеленению. На территории появятся молодые саженцы каштана и новое газонное покрытие на площади свыше 2000 квадратных метров. Своей красотой волгоградцев вновь будут радовать каштаны. Всемирный день театра. Уже более 60 лет его отмечают все деятели театрального искусства. Не обходят стороной этот день и театралы Волгоградской области. По доброй традиции представители всех театров региона собираются вместе, подводят итоги прошедшего сезона и радуют друг друга знаменитым театральным капустникам. Это тот единственный день в году, когда актеры многих театров могут увидеть друг друга в неформальной обстановке. В этом году формат чуть-чуть изменился, потому что мы провели первый региональный фестиваль «Успех». И сегодня, так сказать, такой волнительный момент, сегодня вручение наград, вручение призов. Актеры 13 театров, десятки номинаций и увлекательная церемония награждения в зале «Аншлаг». А на сцене выступления маститых коллективов Волгоградской области. Благодарственные письма от Волгоградской городской думы получили актеры и хормейстеры, художники по сценическим костюмам, все те, кто посвятил свою жизнь миру сцены. Для Ольги Алешиной награждение стало приятной неожиданностью. Очень приятно, что здесь в грамоте отмечена моя именно педагогическая деятельность и сказано в лучших традициях театральной классической школы. Потому что наша русская школа драматического актера, в общем, я думаю, что это одна из лучших в мире школ. Чтобы яркие образы ожили на подмостках, необходима совместная работа режиссеров и актеров, художников и музыкантов, светотехников и декораторов, специалистов по звуку, гримеров и работников технических цехов. В Волгограде без существенных осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 17, плюс 19. Субтитры подогнал «Симон»